У нас в гостях Мустафа Джамилеев. Это народный депутат, который приехал к нам на Евромайдан, чтобы поддержать весь народ Украины. Ему есть что нам сказать. Он скажет, почему он поддерживает именно граждан Украины и расскажет про своего, именно, что вы представляете своих людей, со своего региона. Пожалуйста, расскажите нам, почему он с нами. Крымские татары вообще традиционно поддерживают. Это демократические силы Украины с момента прозвращения. Вообще, украинские татары очень далекие, глубокие связи с украинским правозащитным движением. С Вячеславом Черновилом мы вместе были в ссылках, в лагерях. Будущее украинского татарского народа мы видим в составе демократической Украины. И нам, конечно, не безразлично, какая здесь система власти. Мы возлагаем очень большие надежды на то, что будет Украина в европейской семье народов. Потому что только в соответствии с демократическими нормами о правах человека, о правах национальности, могут справедливо решаться и наши проблемы. Поэтому решение Януковича не подписывать соглашение было достаточно шоком. И мы, решители, поддержали Евромайдан и все движение в сторону евроинтеграции. Я здесь, как народный депутат, приезжаю на сессию, вчера тоже приехал на сессию, но все свободное время стараюсь проводить здесь. Из Крыма проехали полное оружие Белый Сон, прекрасно так. Они приезжают сюда со своими благами, стараются оказать возможную помощь Майдану. И мы, я думаю, будем здесь до конца, до победы и после тоже. Спасибо большое. Я думаю, что Вы поддержите, что у нас в Украине должно уже восторжествовать верховенство права, да? И что должно быть, скажем, цивилизованное образ жизни. И что может, в принципе, я думаю, наши власти учитывать желание нашего народа, в какую сторону видеться, как жить. В общем, раздевает большое сожаление, что наша руководство оказалось таким беспробетным. И, собственно говоря, она поддалась шантажу и наживу соседней страны, которые мечтают о реформе, о своем, о том, о тоталитарном режиме. А без Украины это для них невозможно. Ну, у Украины свой путь, свои интересы. И я думаю, это была судьба, если я буду считаться сменением своих сограждан, своих соответствующих, она просто и бедовая. Как Вы думаете, вот на сегодняшний день мы знаем, да, что Виктор Федорович в детстве в России встречался и применил определенное душение, и, скажем, большинство финансовую поддержку России. Вообще, какой выход на сегодняшний день? Потому что народ, он изначально, как Вы, высказал свое желание таким образом жить, и мы все об этом знаем, уже это освещали. В принципе, как можно поприять на эти решения? Нас поддерживает Европа, нас поддерживают другие страны. Они со своей, скажем, точки зрения делают все, что можно. Они уходят на власть, говорят какие-то свои аргументы, что услышьте народ и не принимайте своевольные какие-то решения. Какой выход на сегодняшний день? Это очень сложная такая ситуация. Мы здесь состоим, мы ждем, скажем, от людей, которые представляют оппозицию и другую сторону нашей власти, и, скажем, мажоритарные депутаты. Что делать? Ну, это, наша власть не понимает аргументов. Она руководствуется своими интересами, но я думаю, что у них, на первом плане, сейчас 15-й год период. То есть, если мы будем в Европе, мы будем руководствовать европейским нормам, то здесь, конечно, есть правильный выбор. А внешняя власть, наверное, не рассчитывается. Им комфортнее с какими-то талантарными режимами, типа Путина, и они рассчитывают на имя и прочь. Поэтому здесь, я думаю, выход, самый правильный выход, именно в однодородное сопротивление. И то, что здесь собрался такой очень многолюдный Майдан, кстати говоря, это более многолюдно, чем в 2006 году, и это усиляет надежды. И самое отрадное то, что значительную часть вот этого Майдана составляет на себе надежда. Это означает, что будущая Украина все-таки надежда. Какая вот, несмотря на вот эту стужу, ветер пронизывающий, я смотрю на вот эти молодые наши красивые лица, просто не знающие. Если так, я думаю, у нас не безнадежно. Я тоже так думаю, мы, наверное, скажем, на нашем этом Евромайдане в 2013 году поселили зерна, которые все-таки прорастут. Главное нам, скажем, людям, которые понимают, что есть шанс у Украины стать центром Европы, прорастить, мы будем помогать. Я думаю, в том числе. Прорасту даже то, что почти все европейские страны, как дипломаты, европейские, они решительно поддерживают нас. Я сегодня вот на Майдане тоже говорил, все были заключенные, бывшие полизаключенные всех постсово-минститских стран, в том числе были заключенные России, бывшие полизаключенные Бреженской полигуры, в нем подписали распространение с Ресово-минститерами, и вы찾али поддержку нашего Европейского власти и нашли в Европе в Европе. Я, в частности, с вами эту руку признается. Спасибо вам большое, что вы с нами. Спасибо, что вы поддерживаете, приведете ваших представителей, ваши секунеты. И я думаю, что все-таки решения будут, потому что среди народа, Как у всех гражданских организаций сегодня показали себя, они объединяются в национальной ВИЧе, и я думаю, что из него вырастут все-таки представители людей, простых людей, которые тоже войдут во власть и войдут на эти процессы.